Вот уже много лет «Золотой ключик» является вторым домом для копьёвских мальчишек и девчонок. Каждое утро сюда приводят более двухсот малышей. Справиться с таким количеством ребятни помогает любовь, шутят работники садика. Коллективу её не занимать. Это видно по ступенькам и стенам, которые воспитатели собственноручно украсили для малышей. Но обеспечить уют своими руками удается не всегда. Изнашивается мебель, оборудование, да и само здание ветшает. Чтобы поправить, требуются большие деньги. Впрочем, в помощи садику не отказывают. Благодаря Министерству просвещения по программе развития и образования по республике Хакасия нам было выделено полтора миллиона. 46 окон было заменено, заменены входные двери, полностью отремонтирован музыкальный зал и одна из групп. Также у нас было отремонтировано крыльцо, благодаря спонсорской помощи, которую организовал наш глава. Преобразилась в этом году и Новомариасовская школа. Здесь провели капремонт в спортзале, обновили штукатурку и разметки, установили новые снаряды, душевые санузлы. Деньги на всё это удалось получить благодаря участию в нацпроекте. Директор школы признаётся, это значимый подарок для учеников. Ведь многие из них активно занимаются баскетболом, волейболом, дзюдо. Среди ребят есть победители республиканских соревнований. Впрочем, ремонт старенького спортзала – лишь одна из решённых проблем. В 50-летней школе ещё много болячек. Главная наша проблема – это кровля. То есть и на здании школы у нас постоянная теча, и подсобные помещения, то есть гаражи, котельная, столовая у нас имеют покрытие мягкой кровли, которая на сегодняшний день практически разрушилась. Ещё одна беда – система отопления. Сегодня она практически вышла из строя. Перед началом учебного года произошла авария на теплотрассе, которая обогревает не только учебное заведение, но и школьный интернат с садиком. Найти деньги на ремонт удалось с трудом. Как решать остальные проблемы, руководство школы не знает. Приходится рассчитывать лишь на поддержку районной и республиканской властей. Наталья Данина, Виктория Китова, Руслан Шалгинов, РТС.